Шумрат, Салам, Жечбур, Терре, Паще, Олан, Чолом. Здравствуйте! В эфире тележурнал «Финногорский мир». В июне в нашей стране отмечается один из самых молодых праздников, символизирующий единство многонационального народа, неразрывность многовековой истории, величие и слава Отечества, День России. В праздновании ознаменованы ежегодные церемонии награждения президентом специалистов в области наук и технологий, гуманитарной деятельности, литературы и искусства. А в Хантамансейске открыли новые имена звезд кинематографа в рамках 22-го международного фестиваля «Дох огня». Лейтмотив фестиваля – особый язык национальной кинематографии. Отмечу, что специальный приз Северного форума за сохранение традиций и наследия коренных народов Арктики и Севера вручен шеф-редактору ГТРК «Югория» Наталье Маковецкой за документальный фильм «Как донской казак оленеводом стал». Я очень рада, что члены жюри высоко оценили наш документальный фильм. Это награда всей моей творческой группы телерадиокомпании «Югория». Я считаю, что каждый журналист ищет интересных и колоритных героев. И именно семья оленеводов, которые сохраняют традиции народов Севера, как раз являются такими югорскими самородками. Мы поздравляем коллегу и желаем новых творческих побед. Сегодня в нашем эфире фильм конкурса кинодебютов. Приятного просмотра! Там, за дуном, за рекой, под зеленым дубом расставалась казачка с парнем черночу. Даня, пойдем, покормим маляней. Что есть у нас с тобой? Пандочку покорми, вон она просит. Пандочку покорми, вот панда. Пандочка! Они постоянно же с нами в городе катаются, людей развлекаются. Это тебе! Куда? Почти! Павел Коршунков с сыном Данилом ежедневно подкармливает оленей. О том, что глава семьи по национальности русский, выдает разве что головной убор. Шапка-ушанка. По традиции большинства народов, муж везет вторую половинку в свой дом. Переход мужчины в культурную среду жены – редкость. Павел такой шаг сделать не побоялся. Переехал жить в тайгу, на стойбище супруги. Она из древнего рода Айваседа. Мама, надувай моего оленя. Моего иута. Поймаешь, иди поймай. Я пошел на охоту. Сын, конечно, я его максимально учу, приучаю там ненецким словам. Он знает оленей, запоминает. И даже вот, допустим, оленей пригнали домой, он ходит по огороду, кормит оленей. И был случай, даже он нам говорит, мама, а где у нас этого оленя, говорит, нету. И действительно я стала смотреть, и правда, что оленей нет. Уже показывает свои первые оленеводческие, как сказать, знания. Они подумают, что я хочу их пока умирить. Они подойдут какой-то басу и кинут. Павел и Людмила встретились случайно, у общих друзей. Молодой человек не подозревал, что поездка в Югру круто изменит его судьбу. И он, житель Ростовской области, сменит деловой костюм на малицу, научит сопасти оленей и будет удачливым рыбаком-охотником. Ничего сложного нет, один раз покажет и сам поймешь. Как бы делаю все в практике, в опыте. Чем больше накидаешь, тем лучше будет получаться. А так ничего сложного, арканить оленей. За шесть лет жизни на стойбище Павлу не составляет труда поймать арканом оленей, запрячь тройку и поехать на рыбный промысел. Хотя глава семьи признается, Людмила была проводником в мир таежных будней. Рассказывала, как поставить рыбную ловушку, где водится дичь, учила ориентироваться в тайге. В первое время, конечно, тяжело. Приехал, ни разу никогда не видел, и для него это было все новое. Все только узнавал, познавал. Павел родился и вырос в городе Волгодонске, где сливаются две великие реки – Дон и Волга. В детстве любил примерять бешмет – традиционную рубаху донского казака. Когда перебрался в Сибирь, оценил одежду обских кугров. Она практичная, а главное – теплая. На севере это имеет значение. Супруга Людмила родилась и выросла у озера Нумто, где лесная тишина, а в избе – освещение от керосинки. В 80-х годах ее родители трудились в совхозе Козымский. Кослали с оленями по тайге и тундре. Но наступили времена перестройки, и многодетная семья Иваседа вернулась на родовые угодья. Папа у меня ненец с Нумто, а мама раньше жила здесь, в Сургутском районе. В 16-е, когда я ей была, туда переехала. С бабушкой переехали в Нумто, там она замуж вышла. И там родились, выросли. Как у настоящего оленевода, у Павла есть своя малеца. Национальная обувь, личный аркан. А главное – олени. Сегодня он хорошо знает места выпаса животных. Ездит за стадом на снегоходе, гонит его в кораль. В общем, будни у него, как у всех таежников, забот и хлопот хватает. На рыбалку сесть, на охоту сесть, оленей пригонят, и оленей дома. Судя по одежде, совсем от городской отличается, конечно. И вот сыну тоже нравится, теплая же. В первую очередь, скорее всего, надо с оленями работать. Потом свои домашние, потом в гараже. Куда-то съездить, поохотиться, порыбалить. Вот его, Данин олень. Даня, Даня, вот твой самый первый, который родился у него в 2021 году. Вот мой тоже, с 2021 года. Вначале, как и туристы. О, какие олени красивые. А сейчас это когда каждый день уже, не знаю, свое, домашнее животное. Просторная изба, чум, лабаз. Павел что-то возводил с родственниками жены, часть построил самостоятельно. Ему пригодились знания, полученные в Волгодонском строительном профессиональном училище. Все построил, сам создал, это все твое, ничего сложного нет. Вышел, покормил собак, оленей, своими домашними хозяйствами занимаешься. Периодически, каждый год ездим домой. И сюда приглашаем родителей посмотреть. С традициями северных народов Павел Коршунков был знаком мало. Начиная с кухни. У северных народов рацион своеобразный. В первое время, когда он поехал в лес, я видела у него интерес, интересно было. Допустим, мы там кушали как строганину, да все. Даже строганину, когда первое время, ну как, наше традиционное же блюдо, без строганины. Мы с детства привыкли есть, так и без этого никак. И первое время, как-то стеснялась даже строганину есть при нем. Потом уходила там в соседний дом, так сильно хотелось покушать. Туда убегала, там по ем строганину. А потом как-то он увидел. И почему-то мне раньше это не показывал. Сам попробовал, дайте я попробую. Сегодня на столе у Коршунковых интернациональная кухня. Обед готовят всей семьей. Данил папин помощник. На обед глухарь, добыча супруга. Лесной образ жизни диктует свои правила. Глава семьи постепенно познает секреты удачной охоты и рыбалки. Приходится добывать, рыбачить. Папа, ты добыча и русский, и хант. Да, папа? Нет. Ага. И оленеводы еще. Да? За обедом Коршунковы вспоминают первый год жизни Павла на стойбище. Особенно трудно пришлось летом. Когда наступила пора гнуса. Пришел весь покусанный, весь грязный, всего покусали, погрызли. Потом оно все, не знаю, иммунитет поменялся в другую сторону, и все. Теперь ни одного... В первое время у него вообще аллергия была на укусы. У него проблема такая была. Пятнами покрывался. Комар укусит, и там такая целая, как будто прививку ему поставили. И потом уже второе, третье лето, все вроде уже, и сейчас вообще нету такого. Павел таежную жизнь познает вместе с сыном. Со временем обретает навыки, приходит опыт. Не так давно Коршунковы занялись этнографическим туризмом. К ним на стойбище приезжают гости из разных уголков земли, желая погрузиться в мир оленеводов. Приезжали туристы, туристы, сидим, чай пьем, и он говорит, все русские уехали, а один русский остался, показывает на папу. Читу Коршунковых приехали навестить родственники Владимир и Анастасия Покачевы. Женщина вспоминает, поначалу к выбору Людмилы отнеслись настороженно. Позже, приглядевшись к Павлу, поняли, мужчина достойно справляется со своими обязанностями. Хорошего мужа себе Людмилы приобрела, что он работящий, занимается оленеводством, рыболовством, хозяйством. Молодец. Дмитрий Рускин живет по соседству. Признается, что не каждый ханты, выросший на стойбище, остается в тайге, а здесь русский пасет оленей. На голове не укладывается у кого-то, что раз какой-то русский, молодой, тем более, в цивилизации, пришел в лес и сразу стал оленеводом. Молодец, старается, сюда приезжают, к нам соседи, приезжают, вместе рыбачим, мордущики проверяем. Кое-что не знает, мы подскажем. Кое-что не знает, Боря подскажет. Жена Дмитрия Рускина такому соседу рада. Женщина считает, что в тайге многое зависит от главы семьи. Поршенька его, наверное, послал к Люде, как пастуха, оленевод, наверное. Но мы же не видим, он откуда-то приехал, как-то Люду нашли друг друга. И вот вторая половинка оленей и хозяйства. Снегоход в лесу – техника незаменимая. Павел ездит на нем на рыбалку, оленей пригоняет, дрова привозит. А вот гараж на стойбище – редкость. Павел Коршунков решил, что у него непременно должен быть гараж. И построил. Сам. Здесь все необходимое под рукой. Все ключи под тобой, вот все рядышком. Взял отверточку, натянул веревочку, натянул цель, подточил. Это тоже необходимая вещь в лесу без дня никак, без бензопилы. Мечта каждого – иметь свой гараж. Большой, пространственный, теплый, с печками, со всеми инструментами. Что хочешь делать – покраска снегохода, ремонт снегохода, бензопил. Это все, что хочешь. Это весна для Павла особенная. Впервые он остался в тайге без супруги. А тут время отела настало. Ответственный период для оленевода. Пополнение в стаде Коршунковых совпало с рождением доченьки Даши. Так получилось, что один был в лесу. И как раз у них время, они рожали. Ну, отелялись. И тоже за всеми уследить. Они все убегают. Самки прячутся в лес. Ничего, я закрытый король отпустил. Каждый день проверял, кто сколько родился. И все. Никто не ушел, все на месте. И как раз у нас пополнение было не только. Родилась дочка у нас. И плюс 14 оленей. Одну из важенок подарили дочери. По традиции. Пока растет малышка, будет пополняться и ее стадо. Качая колыбель, Павел вспоминает о предках. Донских казаках. К сожалению, в семейном архиве сохранилось лишь фото прадеда. Ефима Павловича Коршункова. 1891 года рождения. Про донских казаков это мне отец рассказывал. То, что его дедушка донской казак был. В казачьей деревне отец тоже там сам рос. И не знаю, до 25 лет он точно, наверное, там казаком был. А потом уже в городская жизнь перебрался в город Волгодонск. И все. Так появился я. Пока малышка спит, Людмила времени даром не теряет. Шьет новые кисы для супруга. Вот эти тоборы я сейчас шью для Паши. Он у меня уже ходит, одевает национально. Я уже понял, что без этой одежды не обойтись на севере. Первое время он одевал еще сапоги, такие топтыгины утепленные, которые написаны минус 45 градусов. Но ноги мерзнут. Сейчас уже понял, знает. И все, ему надо такую одежду, говорит. Мужчины в тайге – добыльчики. Как только сын подрос, Павел стал летом брать Данила на рыбалку. Рыбачить меня научил отец мой еще. Постоянно ловил и карпов, и лечей, и сазанов. Также окуней любили мы щуку погонять. Также он сейчас постоянно с собой, если на рыбалку иду, беру Данила с собой. Мы вместе постоянно ловим щуку. Он на удочку с поповком окуней. Бывал он на спиннинг, уезжали на лодке. И он щук-5, наверное, точно поймал. Сам лично. Зато было радость, и не знаю, не передать вообще. Немножко клюет, ну. Видишь, потащил. Давай, тяни, тяни, тяни. О, Джоссе. Мотай. Вот, молодец. Видишь, как умеешь. Только приходится мне отцеплять. Лодка-долбленка – главное средство передвижения по воде. Павел ловко управляет суденышком. Хотя поначалу переживал. Как бы не перевернуться. Уж больно верткий этот обласок. Вот мне и пригодились эти навыки. Не зря я в детстве ходил в яхт-клуб. Пытался кататься на байдарке. Но это, скажу вам, сложнее прям во много раз. Тут чуть-чуть раз, и все, и ты купаешься. Вот как коренные народы плавают на них на соревнованиях. Очень быстро, экстремально. Но ничего, мы тоже скоро начнем участвовать. Летом дымокур – единственное спасение от назойливых насекомых. Сейчас вот дождик кончится, и комаров станет вообще тысячи, миллионы. Потом солнышко выйдет, начнутся, вылезут оводы. И вот дым спасаются они здесь, олени от этого. Потому что без дыма никак. Для Павла стадо – неотъемлемая часть жизни. Он знает клички каждого. Завидев комбикорм, олени окружают хозяина, норовя полакомиться. Любители комбикорма. Эти комбикорма по пять мешков в месяц точно съедают. Это минимум. Рога у них такие, вот видите, как панты. И чуть буквально попозже они, в августе, их уже обдерут и будут костяные. Это мой лягушонок, потому что он когда родился маленьким, стоял как лягушка на четырех ножках, раскорючка. А так и пришла к нему лягушонок. Это патлин, потому что пятнистый. Это наш хор, самый мощный бык-осеменитель. Видно по рогам сразу. Большие лопухи по пять килограмм. Ростовская область поменять на югру. Ну, конечно, мы туда возвращаемся. Дом-то тоже родной. Но здесь тоже все свое родное стало. Ради любимой Павел поменял благо цивилизации на таежные будни. Людмила вторит мужу. Разный менталитет, культура, устои не могут препятствовать счастливому браку. У Коршенковых есть все для семейного благополучия. Дети, в которых души не чают, совместное хозяйство, общность взглядов и далеко идущие планы. Лесной образ жизни им по душе. Они нашли друг друга, тем и счастливы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова